Скандальное заявление сделал президент Турции Раджеп Таип Эрдоган. Отвечая на вопрос журналистов, он привел в качестве доказательства своей правоты пример фашистской Германии. Репортеров интересовало, не слишком ли много власти сосредоточил Эрдоган в своих руках, и можно ли ввести в стране президентскую форму правления при сохранении унитарного государства. Президент Турции ответил утвердительно. Нет такого, чтобы в унитарном государстве не было президентской системы. В мире есть примеры таких стран и в истории, и сейчас. Вы можете это увидеть в гитлеровской Германии. Есть и другие, более поздние примеры в других странах. На это заявление обратили внимание в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Марии Захарова написала на своей страничке в одной из социальных сетей, что, цитата, «теперь многое становится понятным». Позже канцелярия турецкого президента попыталась исправить ситуацию. Прессе было заявлено, что Эрдогана не так поняли. Он якобы не называл гитлеровскую Германию примером эффективного президентского правления, а пытался сказать нечто противоположное. Западная пресса обрушилась критикой на президента Турции. Впрочем, дурецкие политики в последние дни часто ставят журналистов в тупик. Так, премьер-министр Давут Аглу неожиданно опроверг свои же заявления. В интервью одному из местных телеканалов он сообщил, что не отдавал приказ сбивать российский бомбардировщик. На это у него якобы просто не было времени. Между тем, буквально на следующий день после происшествия в небе над Сирией глава турецкого Кабмина говорил обратное. Тогда он заявил своим однопартийцам, цитата, «Я лично отдал приказ сбить самолет». Субтитры создавал DimaTorzok